В эфире наш проект Одесса как она есть. Я думаю с такой же формулировкой, с таким же вопросом обращается сейчас сам к себе наш новый губернатор Михаил Саакашвили. Ну мы решили ему немножко помочь и спросить у одесситов, что они ждут от нашего нового губернатора. Чистоты и порядка в стране, вернее в Одесской области. Дороги, то что первое у нас. Дороги, кстати, ему президент тоже подсказал, чтобы дорогами не было. Ну да. Ну надежда, как всегда, на лучшие. На что нужно обратить внимание нового губернатора? Уволить всех предыдущих. Причем сразу и одним скопом. Ну он практически в Грузии так и сделал. Ну вот и здесь ему это не помешало бы сделать. Ай, что бы я еще посоветовал. Ближе к людям, наверное, быть. Ну, там больше ничего и не надо, наверное. Потому что, ну мы и так уже пережили достаточно тяжелые времена все. И уже настолько апатичное настроение у людей. А у всех абсолютно стопроцентное беззаконие. Вот. Ну как-то быть добрее, ближе к людям. И спуститься все-таки чуть ниже. К населению. Ну он обещал существенно уменьшить количество чиновников, которые будут работать, в том числе в обл. администрации. А вообще, вот, судя по вашим словам, коль скоро мы уже теряем надежду, надо, наверное, ему посоветовать прессию. Пусть он вернет нам эту надежду. Да. Да, да. Ну я не знаю, это очень тяжело, наверное, будет сделать. Потому что, вот, у нас недавно родился ребенок, мы прошли такие бюрократические круги ада, везде, всюду, по всем инстанциям. Законы абсолютно непонятны никому. Такое количество государственных служащиков, которые ни черта не делают и получают свои, ну пусть маленькие, но все-таки зарплаты, я не понимаю, для чего они нужны. Вот это очень хорошее решение с его стороны. Сложно сказать. Много аспектов, на которые стоит обратить внимание. Ну, у нас Одесса такой очень разносторонний город, со своим таким колоритом. Ну, побольше рабочих мест, чтобы было. Это самое главное. Президент ему посоветовал, обратив внимание на дороги. На дороги, точно. Такой у нас город красивый, должен привлекать туристов, а дороги ужасные. Да. Ну, я не знаю, как-то туристический бизнес тоже нужно развивать, потому что Одесса создана для этого. Ну, в принципе, все. Во-первых, в области криминальная ситуация как бы ухудшилась. Сами слышали, ну, знаете, как бы, что происходит. Там взрывы, ограбления часто, инциденты различные. Вот. Хотел бы, чтобы он хорошо вникнул в жизнь, как сказать, региона нашего. Вот. Чтобы чувствовал, так сказать, держал руку на пульсе. Вот. Ну, а в целом, как бы, мне не очень понятна ситуация, что человек из другой страны, как бы, назначается на такую должность. Ну, не такая уж далекая страна, столько лет вместе прожили. Но зато вам же доказали. Ну, начали всем децентрализацию, так сказать. Вот. И где же она, то есть, как бы, ничего пока не происходит из обещанного. То есть, хотел бы, чтобы, ну, было все тихо, спокойно в нашем регионе. Вот. Экономически, чтобы он развивался. То есть, чтобы его слова не разошлись с делом. Он человек реформ. Он показал уже, что он может какие-то активные, решительные действия делать. Я думаю, ему виднее. Но хотелось бы все-таки, чтобы он нейтралитет проявлял. Вот. Потому что город у нас очень специфический, власть специфическая. Поэтому все-таки, наверное, ни на кого не обращал внимания. Он здесь для того, чтобы показать заграничный опыт. Вот, вот, пускай ими руководствуются и никого не слушают. Вот он уже заявил о том, что нужно, чтобы все руководители районных подразделений, там, городских и так далее, были выбранные. Да? И обязательно на конкурсной основе. Вот вы бы пошли, предположим, вот на таких условиях, предложить себя для того, чтобы занять какой-то пост и руководить честно в этой команде? Буквально вчера задумывался над этим. Да. Почему нет? Время молодежи, если эти реформы будут идти в правильном направлении, в правильном русле, почему нет? Все-таки многие люди вот смеются, что у нас иностранный руководитель появится. Ну, наши на сегодняшний день показывают, что они пока что не особо компетенты в этом вопросе. Поэтому, ну, почему нет? Попытка не пытка, правильно? Ну что ж, действительно, определенные надежды и чаяния можно связывать с появлением нового лидера в нашем регионе. Но самое главное – реализовать все то, что задумано. Подождем результатов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова